здравствуйте сегодня мы поговорим о подписанной 25 октября россии конвенции совета европы о борьбе со злоупотреблениями сексуальными в отношении детей сексуальной эксплуатации мы считаем что эта конвенция содержит в себе очень много проблематичных моментов и россии стоит воздержаться от ее ратификации то есть хотя она и подписана но не ратифицирована и если гражданское общество россии выскажет свою твердую позицию о том что многие пункты этой конвенции неприемлемы для россии то она может быть не ратифицирована эта программа максимум как мне представляется как президенту аналитического центра семейного политика который как раз занимается этой проблематикой программа минимум в отношении этой конвенции было бы как нам кажется в том чтобы россия если и будет ратифицировать ее что предусмотрено принципе долгосрочными документами то сделал оговорки о том как мы понимаем определенные пункты я скажу а что мы имеем ввиду наш аналитический центр семейная политика рф направлял в адрес лаврова министра иностранных дел письмо еще 12 июля с объяснением нашей позиции почему россии не стоит подписывать эту конвенцию и соответственно ее ратифицировать частности я хотел бы заострить внимание о том что мы проблемные проблемные моменты содержатся в статье 2 например конвенции которая говорит о том что должна быть обеспечена отсутствие дискриминации по признаку сексуальной ориентации и мы знаем что многие международные институты такие как оон всемирной организации здравоохранения юнеско также как европейские структуры очень активно протаскивают агрессивно даже сказал революционно социально революционное понимание этого пункта и используют это для продвижения гомосексуализма лесбиянство трансгендеризма и прочих в традиционном понимании извращен из извращенных сексуальных поведений на суверенные государства пытаются это распространить и мы считаем что россии стоит сделать оговорку как минимум о том что у нас это за собой не повлечет перемещение лица придерживающихся нетрадиционной так называемой сексуальной ориентации статус привилегированных неких лиц как это на западе происходит что мы считаем совершенно неправильно также в отношении статьи 6 конвенции стоит отметить что мы не будем в россии вводить сексуальное образование так называемый секс просвет в российских школах вот под этим на западе понимается очень радикально нездоровая и революционная идеология на не основаны на научных фактах когда согласно инструкции юнисеф например он других международных инстанций детям начиная с четырех лет рекомендуется преподавать то что они должны экспериментировать со своим телом получать сексуально эротическое удовольствие мастурбация это очень хорошо нас снимает стресс это вот содержится в официальных рекомендациях юнисеф и для детей с 4 лет это инструкция для работников с ними мы считаем что это вообще по сути является развращением малолетних противоречит традиционным морально-нравственным религиозным нормам россии ни в коем случае не должно приниматься я являюсь послом всемирного конгресса семей в он и мы работаем на уровне этой организации других международных структур именно отстаивая традиционные семейные ценности противостоят той агрессивной атаки на наши традиционные устои которую мы к сожалению наблюдаем с высоких площадок международных звучат идеи совершенно не вписывающиеся ни в какие понятия здравого смысла о том например что человек это сексуальное существо с момента рождения до смерти что все строится вокруг секса есть так называемые сексуальные права и дети любого возраста имеют право делать выбор свободные своим сексуальным поведением с лицами своего пола чужого пола недавно сша была так сказать предпринято мероприятие попытки показать что садом азахизм это является совершенно нормальной форме сексуального поведения вот так же производится начиная с 70-х годов целенаправленной попытки западных странах легализовать и сделать морально приемлемым такое поведение как педофилия и так далее то есть полный моральный релятивизм и это так сказать естественно приходит вот эта идеология радикальная не о марксистской по сути своей идеологии революционная которых хочет взорвать общество изменить его она приходит противоречия с религиозной свободы человека с его религиозным выбором то есть мы знаем что в библии содержится очень много цитат и моментов где осуждается однозначно гомосексуальное поведение она называется мерзостью и так далее и уже по сути вот эти части библии на западе в америке в англии многими либеральными представителями сми и общественности интеллектуалами как бы считаются неполиткорректными и в общем их цитирование в обществе открытое может рассматриваться как hate speech так называемый то есть это речь разжигающая ненависть получается что вот это воинствующая такая либеральная неомарксистская концепция она продолжает наступление на религию просто в другой форме в такой форме либерального толерантного вот этого революционного мировоззрения эгоистично-гидонистического да которые воинственно не приемлет религию в частности христианство и другие традиционные религии ислам иудаизм и так далее вот и получается что как библии написано чтобы апокалипсисе что есть змей прямоходящий есть змеи извивающийся то есть когда мы при 70 годах коммунизма в россии видели открытое гонение на церковь разрушение храмов храм христа спасителя был взорван другие тысячи храмов были взорваны сотни тысяч людей пострадали были убиты сосланы священников в гулаге мы все это знаем вот воинствующий атеизм союз воинствующих безбожников и так далее это был грубо говоря змей прямоходящий когда открытая откровенная атака тот вид видоизмененного неомарксизма который сейчас к нам приходит через оон через совет европы через эту радикальную гендерную идеологию так называемую а он уже объединившись с неофраидизмом и породив концепцию сексуальной революции наркотической революции 60-х годов видоизменной форме приходит опять к нам и здесь он также осуществляет гонение на религию в первую очередь на христианство но в более изощренной форме через так называемые ложно понимаемые концепции прав человека и исходя из этих условно говоря прав человека например в англии в америке других странах запада уже не политкорректно носить крест и вообще вот эта антихристианская линия на либеральном западе она усиливается пусть раят в россии мы видели крестоповал от калининграда владивостока это всю волну и как она была поддержана на западе то же самое в западной европе в америке еще в большей степени постоянно идут осквернение со стороны либеральных атеистов как раз придерживающихся вот этих вот часто радикальных гомосексуальных идей однополых свободной любви там и так далее поскольку церковь стоит плотной преградой на осуществление вот этих революционных преобразований общества то церковь является врагом и сотни храмов во франции в германии в англии оскверняются ежегодно если коснуться предыстории этого момента то мы увидим как интересно идеологические истоки прослеживаются именно к родоначальникам марксизма ленинизма то есть карл марксу фридриху энгельсу который как мы знаем в известной работе определил семью как репрессивная буржуазная институцию которой следует избавиться в 20-е годы даже раньше еще после большевистской революции в россии была в венгрии недолгое время продержавшаяся также коммунистическая республика и венгерский коммунист георг лукач был первый в мире кто изобрел секс-просвет про который мы сейчас говорим секс-просвет венгерские школы он вел почему потому что он понял что для мировой революции для ее победного шествия по европе и по всему миру необходимо демонтировать христианство то есть иудео-христианские ценности традиционную мораль нравственность в обществе она не позволяет мировой революции победить поэтому для того чтобы разложить новые поколения именно секс-просвет был выбран то есть сексуальное раскрепощение подрыв авторитета отца свободная любовь там и так далее то что сейчас вон мы видим и совете европы то что к нам пытаются уже неоднократно попытки делаются внедрить это как раз вот изобретение коммунистов еще первого призыва дальше коммунисты стали думать почему революция не победила во всем мире а только в россии и со временем во франкфурте на майне образовали так называемую франкфуртскую школу нео-марксизма которая в двадцатые тридцатые годы активно работала над творческим переосмыслением марксизма и дальше объединив с фраидизмом то есть с центрированностью на сексе они поняли что это прекрасная концепция и переместили вот эту свою революционную деятельность на уровень культуры то есть такой был коммунист итальянский антонио грамши например который сказал что нам не нужно брать власть телеграф почту как в россии большевики делали что это вчерашний день нам нужно предпринять как он сказал долгий марш через институции то есть нам нужно овладеть университетами средствами массовой информации голливудом кино телевидением радио и так далее и вещать постепенно нашу идеологию и тогда новые поколения когда подрастут с промытыми мозгами таким образом как мы этого хотим то сама власть в конце уже пойдет к нашим ногам и таким образом мировая революция победит вот это так называемый культурный марксизм который начиная с 50-х 60-х годов активно продвигался соответственно франкфуртская школа также породила саму концепцию политкорректности тогда еще зачаточной форме ту который мы сейчас видим то есть по сути политкорректность это является формой такой репрессивной это репрессивная толерантность то есть получается что большинство нормальное она это не политкорректно выражать например гетеросексуальность на свою принадлежность и считать что это нормально естественная форма человеческого поведения потому что это якобы дискриминирует меньшинство и возвращаясь к франкфуртской школе соответственно была революция перенесена на уровень семьи и как пролетариат подавляется буржуазии эти идеологи которым относятся маркузы адорна хоргхаймер from и другие они сказали что женщина она как пролетариат подавляется мужчиной то есть как бы буржуазии и нужно сбросить это иго и традиционная семья как раз является такой формы эксплуатации также дети как пролетариат подавляются отцом и матью родителями нужно сбросить это иго предоставить им возможность и детей наделить правами без обязанностей правами и мы видим в он сейчас это активно очень продвигается что у детей есть сексуальные права у детей есть право не спросив родителей делать аборт в любом возрасте вступать любые отношения со своим полом с чужим это с высоких трибунтов в брошюрах в официальных звучит вот соответственно это опять истоки мы видим восходят к марксизм и потом не марксизм также сказано было что революция должна переместиться и на уровень самого человека индивидуума и как пролетариат подавляется буржуазии также якобы внутренние все инстинкты лебедо и желание подавляются вот этой ханжинской как они говорят морально-нравственностью христианской или удел христианской более широком смысле традиционной культурой с ее моральными некоторыми традициями и нравственностью и он надо также сбросить любые ограничения раскрепостить себя и свои желания в любой форме полностью выплескивать без каких-либо ограничений и тогда якобы настанет золотой век там или счастливое будущее человечество как они его понимают и так далее то что мы видим вот эти попытки введения секс просвета гей парадов очень радикальные навязывания вот этого гендерного измерения выдумывание несуществующих прав человека это как раз вот новая форма проявления старого марксизма на самом деле коммунизм привел к порядка 100 миллионов жертв за двадцатый век если брать россию китай полпота и так далее северную корею получается что несмотря на все вот эти огромные жертвы гулаг и подавление свободы индивидуальности эти идеи продолжают в новой форме торжествовать и в международных институциях и частности президент обама и демократической партии сша альберт гор являются сторонниками в такой более мягкой форме но тех же идей в принципе да и хилари клинтон которая посвятила свою диссертацию солу алинскому такому деятелю который предлагал революционировать взрывать изнутри сообщества по всей стране америки то есть был такой тоже революционный революционных взглядов человека и она посвятила ему свою диссертацию вот а он в свою очередь основную книгу для радикальных революционеров солу алинский по официально посвятил люциферу как он сказал первому успешному революционеру который сбросил иго подавляющее так скажем и организовал свой какой-то независимый мир вот поэтому здесь вот можно и такие интересные богословские даже параллели провести поскольку действительно как мы знаем что первым революционером был люцифер и потом как преподобный серафим саровский говорил что все революционные идеологии какими бы лозунгами они не прикрывались они восходят к своему первоисточнику то есть к сатане который собственно первый начал бросил революционный вызов естественному ходу вещей богом созданному миру они пытаются революционизировать все общество вот и таким образом сбросить естественный богом установленный порядок вещей что мужчина это мужчина женщина это женщина дети растут в семье семья это естественная среда наиболее благоприятно они хотят это разрушить